Оттуда поговорим. Ну поговорим, как у вас дела? Ну я буду говорить с кем-то, чтобы сидели, видно было, сдвиньтесь маленько сюда. Я вам много расскажу на ваши вопросы, отвечу. Мы пришли сюда с благой вестью от Бога. Что тут делается, это Содом и Гаморра. Но главное, радостная вещь, что Иисус Христос был распят за нас и в третий день воскрес. И дарует спасение всем, кто приходит к Нему с покаянием. Нет, дай нам все выяснить, чтобы у нас все было хорошо. Все мы к Нему пойдем. Ну ведь у вас вид такой, как... Мы это все знаем, пусть он нас всех нас простит. Ну ладно, видите, с вами разговаривать сейчас вы ненормально смотритесь, как будто попкурины или после пьянки. Да, не знаю. У вас такая книга есть дома? Нет. И вы ее не читали никогда? Нет. Это главная книга мира. Самая древняя, от Бога данная. У нее три названия. Святая Библия, Священное Писание и Слово Божие. Нет. Главная мысль всей Библии в том, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес в третий день. И сегодня зовет всех к покаянию. Может дать прощение и изменение жизни, рождение свыше. Так, вы только можете разговаривать, чтобы у вас плохих слов не было, руганье? Вы верующий, да? Я говорю, вы можете разговаривать, чтобы не ругаться только? Разговаривать можно. Дай Бог. Да, я верующий. Православный христианин, проповедник. Так, если есть вопросы, можете задавать. Как вас зовут? Лапкин Игнатий Тихонович, город Барнаула, Тайский край. Мне 81-й год. Ничего себе. Напишите, да? Так, если вы пожелаете узнать больше, есть такая, называется Skype-система. Skype. Вы, Игнатий Лапкин, вы меня найдете сразу. Я скину вам свои ресурсы. У меня самый большой в интернете канал, во свете Библии, Игнатий Лапкин. Вот зарядите, посмотрите. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. А вам пенсия хватает? Ну, пенсия какая? Несколько, два месяца назад еще я получал 8141 рубль 33 копейки. За 35 лет работы. Это даже, только на мусор, на воду. А ЖКХ уже не заплатишь. Ну, мы благодарим Бога, мы не ругаем правителей, а молимся за ним. Секундочку у нас тут. Давайте. Если человек живет для Бога, с Богом, тогда у него жизнь идет всегда вверх. А когда он не знает Слово Божие, живет сам по себе, всегда идет вниз, в ад, к сатане. Это не наша только книга, это и ваша книга то же самое говорит. То же самое говорит, что делающий злое, получит злое возмездие от Бога Всевышнего. Так жить нельзя, как сегодня люди живут. Страна разваливается. 120 миллионов абортов сделали. Путин выступает перед федеральным собранием и говорит, главный вопрос, главный вопрос, демографическая катастрофа в стране. На каждую семью приходится 1,7 ребенка, а у мусульман 8,1. Чего непонятно-то? Раз Бога нету, твори выдумы и пробую. Будут блудить и не будут размножаться, Библия написана. Красавчик, батя. Мы свидетельствуем о Боге, о Христе, о рождении свыше. И тогда у людей этого не будет. Мы отстроим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Одна деревня на всю страну такая. Да, да, ты прав, батя. Жить надо для Бога. Даже в бедности. Интересно, красиво, не злобно. У меня большой канал, можете зайти посмотреть. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Там мы ездили в большую поездку. У меня 38 томов вышло из печати. Я много преподавал там в университетах. И 38 книг решили подарить мы во все библиотеки в мире. Прошли 6 мусульманских республик. Турцию. Из Барнаула до Владивостока. Потом до Лиссабона. Скандинавия, Прибалтика. А в Баку мы жили, остановились в доме Муллы. У мусульмана, как священник. Я в первый раз таких людей близко узнал. Он на 6 языках разговаривает. А жена на 4. Такого высокого уровня образования я не встречал у себя даже. Хотя у нас люди с красными дипломами и профессора, и академики есть. Вот Господь как показывает. Никого не зазирай, а везде бери доброе. Если вопросы есть, можете задать, какой вопрос. О жизни, о душе, о будущем. А жизнь как, с Богом? Вот нас спрашивают мусульмане, а вы свинину не едите? Я говорю, мы мяса вообще никакого не едим. Это наша группа. У нас женщина надевается два платка, как хиджаб, и платье до полу. Ты если зайдешь, глянешь, ты таких красавиц никогда не видал. Они чистые. До брака связи нету. Ни одного аборта, ни одного развода. Это наши две общины такие православные. Мы для Бога живем. Мы видеть даже нуждающимся. Меня за слово Божие сажали, я опять в тюрьм прошел. А потом стал здесь помогать в тюрьме заключенным. И бывает сидят в тюрьме в камере мусульмане. Мне Бог положил на сердце, в первую очередь им помочь. А почему? Потому что другой народ, все другое. А он один. Один, а тут полста человек. Ему лечь спать нельзя даже. А видимо, я к нему расположение, и другие помягче к нему относятся. Тут тебе не у Басаева быть, а по-другому смотрят. Так, добрый день. Всего хорошего, с Богом. Иисус Акбар. Иисус Акбар. У вас есть вопросы духовные о душе, о вечности. Я вам могу рассказать. Потому что мы пришли с радостной вестью. Что ждет людей, когда они творят беззаконие, как здесь. Вечный огонь мучения с сатаною. А есть рай. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Вот так. Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес. И зовет всех, говорит, придите ко мне. Молитесь, просите прощения. И Христос простит. К нему пришла блудница однажды. На народе. А ее там все выгоняют. А она волосы распустила и отирала. Миссия от Господа Бога. Возвестить Его Слово живое. Что ждет людей, когда они живут беззаконно? Вечные мучения в аду. Но если живут для Бога, покаются, примут Иисуса Христа воскресшего, тогда райские обители ожидают их. Кто будет веровать и креститься. Так, вы в Бога-то верите? В Бога верите? Вы знаете, что за смертью другая жизнь. Одни будут в огне мучиться, когда умрут, а другие будут в раю. Вы про это знаете? Братан, какой Словарис? Вы этого не слышали никогда? Если вы по-другому мыслиете, то и тут это написано то же самое. Не другое. Что есть рай, есть ад. Ни одна сура об этом говорит. Значит, вопросов у вас нет. Братан, где там? Ну ладно, все тогда. До свидания. Не, не. Еще нет-то. Ну раз вопросов нет, еще время терять зря. Вы знаете, что Иисус умер распятый и в третий день воскрес. Вы это знаете? Братан, не умер. Развестить людям великую радостную весть, что Иисус умер за грехи людей. Я знаю, знаю, это знаю вас. У вас другая книга, вот это вот. Да, да. Тогда просчитай, что написано. Ну по-русски переведи, что такое. Две строчки считаешь. За это время можно страницу просчитать. То есть не знаешь. Я знаю. Знаешь? Ты содержание этой книги знаешь? Да, я тоже. И можешь... Давай договоримся так. Если у вас есть вопросы, вы задавайте мне вопросы, мне, по этой книге. А я вам буду задавать вопросы по этой книге. Хорошо? А мы тот книг не читаем же, откуда мы знаем, что там она пишет? Э, нет, давайте так, договоримся, не обманывать друг друга. Если ты ее знаешь, у меня к тебе вопрос. Я не критикую ничего, просто спрашиваю. Я имею право спросить? Скажи, уважаемый юноша, что говорит 5 сура 47 и 66 аяты? И почему они так говорят? Говорят о нас, о христианах, поэтому меня это задевает. А я повторю. Сура 5 аят 47 и 66. А что это? Там написано так. Люди Писания. Это нас называют Люди Писания. Люди Писания. Вам Всевышний дал Инжил. Инжил – это Евангелие. И вы людей не обманывайте на нас. Говорят, оживите, как я вам дал Инжил. Бог дал Инжил, Евангелие. Я поэтому по своей книге проповедую и живу. У меня друзей, мусульман, тысячи людей, наверное. Вот у меня вышло 38 томов книг. Я решил подарить, по милости Божией, Бог мне дал мысль такую. Я в Барнауле живу. А мы прошли до Владивостока, потом до Лиссабона, Скандинавии, Прибалтику. А в Баку ночевали в доме Мулы. Мула, знаешь, кто такой? Мула. Мула, кто такой? О, мы у них были. Ночевали, беседовали и всё записали. Я первый раз в жизни лично сообщался с такими людьми, такая грамота у них. Мула разговаривает на шести языках, а жена на четырёх. Я у православных таких не встречал даже. Какой высокий уровень образования у них. А вы читать не можете. Учись. Если эта книга тебе дана, ты должен её в любой вопрос ответить. Я не трогаю её. Почему? Потому что это твоя книга. Я говорю, у меня другая книга. Я проповедник. И я 58 лет проповедую. Ага. А что, ты там вышел? Я на разных языках считал. Меня что испытывать-то? Мне 81 год. Ты-то молоденький. Ты сам по-арабски вышел? Я вот этот Коран от корки до корки знаю. Чтобы... Вот что написано здесь? Да, да, да. Коран. Коран на русском языке. Больше ничего тут нету. На русском языке. Поближе. Микрофон поближе возьми. Микрофон, а то плохо слышно. Микрофон, возьми поближе. Микрофон. Микрофон поближе, чтобы хорошо слышно было. Сюда возвестить радостную весть миру. Что Иисус Христос умер и воскрес. И дарует прощение всем, кто приходит с покаянием. Воскровен. Я говорю о Христе, не о религии, а о Спасителе. Крестимся тремя пальцами. Тут-то как сегодня живут люди, так разве можно жить? Библия говорит, кто так поступает вот здесь вот. Это гиена огненная с демонами. В Библии прямо написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Если он еще что-то видит, он скажет, что вы делаете. Библия. Не пока не. Спасибо.